Октябрь 1997 года стал точкой отсчета эпохи Брестского бейсбола. У руля команды вот уже 20 лет стоит ее идейный вдохновитель и главный тренер Игорь Лукашевич. Энтузиаст своего дела рискнул культивировать диковинный по тем временам вид спорта и не прогадал. У меня было очень большое желание играть самому. И мне этот вид спорта очень нравился, хотя я занимался персонально до этого плаванием. И очень большое желание было играть, развиваться в этом направлении. Ну и по ситуации мне уже пришлось не только самому играть, но и создать команду, начинать выполнять свои задумки, планы. Первый набор в команду Игорю Лукашевичу запомнился особо. Лично приходил в школы и предлагал мальчишкам играть в бейсбол. Сам искал место для тренировок, стучался в двери высоких кабинетов, чтобы заручиться поддержкой. Так команда получила постоянную прописку в клубе связи Белтелекома. Вместе с тем главную помощь и поддержку Игорь Лукашевич нашел в лице жены Анны. Она стала сердцем и душой команды. Самому мне было это тяжело. И благодаря моей супруге, которая всегда была рядом со мной, которая поддерживала меня, мы смогли осуществить все планы, все надуманные, что привело к таким результатам и таким достижениям. А достижения себя ждать не заставили. И пусть первый чемпионат Беларуси 98-го года принес команде дебютанту только четвертое место, уже через год брестские бейсболисты стали серебряными призерами. С тех пор брестские зубры уже никогда не покидали призовую тройку, добавив к своим 12-ти чемпионским титулам успешные выступления на Кубках и чемпионатах Европы. Наверное, по статусности наш клуб занимает, в тройке точно, наверное, только строитель может похвастаться большими достижениями. А так из всех видов мы, наверное, ближе всех к звездам. Когда есть пирамида, когда есть низ, есть фундамент, тогда поднимаешься уверенно наверх. И поэтому наши детки, которые видят, они видят, подрастают, они знают, куда они идут. Они видят свою будущую цель. С маленького Веневилла до взрослого чемпиона. Поэтому мы считаем, что это правильно. За 20 лет в клубе удалось создать крепкую систему подготовки спортивного резерва. Успех основной команды год за годом укрепляют зубрята, ювенилы, кадеты и юниоры. Игроки остаются в команде тренерами и приводят сюда уже своих детей. Хочется, чтобы продолжал наш клуб удерживать просто лидирующие позиции в стране, достойно выступать в Европе. И для этого, наверное, чтобы передавать свои навыки детям, учить их. В 2004 году в Бресте построен большой бейсбольный стадион на 500 мест. В 2011 появилось малое поле. Это позволяет городу принимать соревнования европейского уровня. На очереди открытие отделения на базе одной из брестских дюшер. Планы – это, наверное, создание отделения бейсбола в городе Бресте. Все-таки как-никак больше ста детей занимается. И олимпийский вид спорта. Поэтому считаем, что целесообразно это открыть. И, в принципе, местные органы власти пообещали, что это не за горами, что это будет. Удержаться. Удержаться. Потому что очень ситуация на сегодняшний день трудная. Нет финансирования. Держимся только на, можно сказать, на одном энтузиазме. Мы приобрели большой опыт. И у нас есть все возможности для того, чтобы улучшить и показать достойный результат. Сегодня время для брестских зубров нелегкое. Хочется верить, что статус олимпийского вида поможет удержаться на плаву. Чтобы в очередной раз доказать – Бресту нужен бейсбол.